Валерий Демихов Здравствуйте. Здравствуйте. 10 сентября в Рязани стартовала приивочная кампания. Как показатели рязанцев? Идут больше прививаться, меньше? Действительно, в этом году в условиях пандемии мы столько с этим связываем. Количество людей, желающих сделать прививку от гриппа, значительно увеличилось. По нашим подсчетам, примерно в 5 раз, наверное. По нашему центру, но, насколько я знаю, и в других центрах, где вакцинация проводится, количество увеличилось, обратившихся за вакцинацией. Все-таки увеличилось, но приходят далеко не все. Наверное, у людей укоренилось какое-то мнение, что прививка – это страшно, опасно. И давайте вот такой самый, наверное, главный вопрос. Прививка действительно опасна или нет? Очень много мифов на этот счет. Они существуют уже много лет и передаются, что называется, из поколения в поколение. Но медицинские работники, конечно, как никто, знают, что вакцинация – это очень эффективный и очень безопасный метод профилактики, особенно вот таких опасных вирусных бактериальных инфекций. И здесь двух мнений быть никаких не может. Ведь большинство причин, когда люди отказываются, они связаны просто с незнанием, с невежеством, с каким-то, понимаете. И наша основная задача – доносить до людей пользу вакцинации. Что мы, собственно, и делаем в своей работе? У нас достаточно часто обращаются пациенты в центр, которые отказываются от прививок. Ну, вот одна, две, три беседы, люди понимают, что это не так страшно. И мы, в общем-то, их вакцинируем очень успешно. И все это получается. Это говорит о том, что вот такая работа, такая методическая, последовательная, постепенная с людьми, она дает свои результаты. И количество людей, прививающихся, с год от года растет, в общем-то. Я, например, слышал мифы о том, что в вакцине содержится сам живой вирус, который, если вводить, то человек может заболеть и так далее. Миф наверняка существует много. Так ли это на самом деле? Но если говорить о вакцинации от гриппа, то надо отметить, что современные вакцины для профилактики гриппа не содержат живого вируса. Это когда-то давным-давно, много десятилетий назад, когда они только появились, они были преимущественно живые. Действительно, они давали много осложнений. Я вот очень хорошо помню, когда я учился в институте, мне сделали прививку живой вакциной, и я действительно долго лежал с температурой. Но сейчас все вакцины от гриппа – это вакцины убитые, инактивированные. Они не то, что не содержат вируса, они содержат буквально обломки ДНК. То есть те части вирусов, которые, собственно, ответственны за развитие иммунного ответа. Поэтому, в общем-то, никакой опасности они собой не представляют в этом смысле. Вакцины от гриппа – их одна единственная вакцина или существует вакцин несколько? У нас в России несколько вакцин существует. В частности, вот у нас в центре, например, мы используем три вакцины конкретно. И не могу сказать, что они все одинаковые, различаются они в основном по двум позициям. Первое – это по содержанию, по количеству штаммов вируса гриппа. Они могут содержать либо три, либо четыре штамма вируса гриппа. И второе важное отличие – это концентрация антигена, вот каждого вот этого штамма. В ВОЗовские критерии, то есть в ВОЗовские рекомендации – вакцина должна содержать 15 микрограмм вот этого антигена. Каждого штамма. Только тогда вакцина будет высокоиммуногенной и приводит к образованию достаточного количества специфических антител, которые ответственны за профилактику этой инфекции. Есть вакцины, в которых содержится не 15, а меньше – 5 микрограмм. Но это не значит, что они плохие. Иммунный ответ будет несколько меньше, чем у других вакцин и альтернативных. Но, тем не менее, и те, и другие достаточно успешно используются для профилактики гриппа. У вас три вакцины. А как определяется, какому человеку какую вакцину колоть? От чего это зависит? Вы знаете, вот наше дело – донести до человека информацию о вакцинах. В чем их преимущества или их недостатки? Чем они различаются? Все-таки выбор делает сам пациент. Он выбирает вакцину по стоимости. Вот на основании того, что мы ему расскажем, а мы обязаны, еще раз его повторяю, представить ему все преимущества и недостатки вакцин, которые мы используем. А выбор за ним остается. Есть ли какие-то противопоказания перед тем, как сделать себе вакцинацию от гриппа? Ну, вы знаете, вот когда говорят о противопоказаниях для вакцинации, то у иммунологов принято говорить, что, в общем-то, абсолютных противопоказаний для вакцинации, в принципе, нет. Тем не менее, если мы говорим про вакцинацию против гриппа, то есть ряд позиций, при которых она противопоказана. Ну, например, такое тяжелое заболевание, как синдром Гиена-Барре. А вот иммунное заболевание, тяжелое, является противопоказанием для этой вакцинации. Острый период любых инфекционных заболеваний. Тяжелые онкологические заболевания в периоде докомпенсации. Вот, пожалуй, собственные все противопоказания. Все остальное либо может быть поводом для того, чтобы перенести прививку, сделать какой-то временный отвод, но не является абсолютным противопоказанием. Часто в поликлиниках я слышал, спрашивают про аллергию на куриный белок. Для чего это спрашивают? Абсолютно. Это абсолютно не абсолютное противопоказание, простите за тавтологию. Значит, сейчас пересматривается отношение к вакцинации вот этих лиц с аллергией к куриному белку. Здесь очень важно понять выраженность, то есть степень этой аллергии. И у людей, у которых незначительное проявление, такая вакцинация возможна. Я бы советовал проводить ее в каких-то лечебных учреждениях, лучше в стационаре или в каком-то дневном стационаре, подстраховаться на случай, если вдруг возникнет какая-то реакция, чтобы пациенту можно было оказать помощь. Но, тем не менее, сейчас во многих странах очень успешно и эти категории лиц вакцинируются от гриппа. А почему все-таки спрашивают про аллергию к куриному белку? Что содержится в вакцине такого, что может исполниться? Дело в том, что вакцины против гриппа, так же, как и некоторые другие противовирусные вакцины, делаются на куриных эмбрионах. А поскольку она делается на куриных эмбрионах, то практически невозможно на 100% очистить вот этот субстрат, который образуется от куриного белка. Соответственно, все это вводится подкожно или внутримышечно, и реакция организма может быть действительно аллергическая. Если здоровый человек пришел сделать вакцину, могут ли у него наблюдаться какие-то побочные эффекты после ее использования? Побочные эффекты мы делим на ранние и поздние. Наиболее опасные с точки зрения влияния на здоровье – это ранние эффекты, которые могут быть в течение 24 часов. Это какие-то анафилактоидные реакции, крапивница, это какие-то другие реакции. И реакции более поздние, которые могут появиться через 2-3 дня. Очень часто говорят о том, что температурная реакция может быть. На самом деле это встречается не больше, чем у 6-10% привившихся. И, в общем-то, мы не считаем температурную реакцию каким-то особенно неблагоприятным побочным действием. Ну, представьте, что такое вакцина, вакцинация. По сути дела, это искусственно вызванный инфекционный процесс. Но инфекция протекает с лихорадкой. Соответственно, и при вакцинации температура может повыситься. Все зависит от реактивности человека. Люди с высокой реактивностью обязательно будут реагировать повышение температуры. Те, у кого реактивность пониже, температуры, как правило, не бывает. Какой период, если повышена температура, стоит уже обратить внимание и бить тревогу? Обычно температура повышается не более, чем на несколько часов, ну, может быть, до суток, как правило. А вот те случаи, когда температура повышается дольше, как правило, речь идет о том, что вот неудачно сделали вакцинацию, попали в инкабуционный период какого-то вирусного заболевания. И так бывает тоже нередко. Сделали вакцину, и пациент заболел вирусной инфекцией. Ничего страшного в этом, в общем-то, нет. И никак негативно прививка, сделанная в инкабуционном периоде, не будет. Но будет ли она эффективной? Да, она будет эффективной, потому что иммунный ответ специфический, он выработается обязательно у этого пациента, поскольку эффективна. Вакцина, прежде чем они попадают на рынок, она же доказана. Сейчас уже середина ноября, а прививочная кампания стартовала еще в начале сентября. Если человек на сегодняшний момент не успел сделать вакцину, актуально ли пойти и сделать ее сейчас в поликлинике? Да, конечно. У нас существует такое предубеждение, что от гриппа надо прививаться в сентябре, в октябре. Ну вот вы уже начали с того, что сказали, с 10 сентября у нас стартовала прививочная кампания. Действительно, это так. И большинство населения прививается в сентябре, октябре на самом деле. Но это не значит, что нельзя сделать прививку в ноябре, в декабре, в январе. Можно, конечно, и нужно для тех, кто еще этого не сделал, обязательно привиться. Потому что в этом году у нас есть дополнительные основания для того, чтобы делать вакцинацию от гриппа. У нас с вами пандемия. Мы все с вами находимся под риском перенести коронавирусную инфекцию. А как будет протекать коронавирусная инфекция в сочетании с гриппом, никто не знает. Есть, правда, только одно исследование, которое показало, что особенно тяжело протекает вот эта комбинация коронавируса и гриппа. Это говорит о чем? О том, что пока возможности привиться от коронавируса у нас нет, нужно привиться хотя бы от гриппа. Есть еще одно исследование, которое показало, что вакцинация от гриппа приводит к повышению клеточного иммунитета. А клеточный иммунитет очень важен при коронавирусной инфекции. Да и вообще любая вакцинация, она стимулирует неспецифический иммунитет. Так вот, в этом исследовании было показано, что люди, которые привились от гриппа, болели коронавирусной инфекцией легче и реже попадали в стационар. А вы сами привиты? Разве это не повод, чтобы привиться? Да, конечно. Я прививаюсь от гриппа последние, наверное, лет 8. Ну, здесь сыграл возрастной критерий основную роль. Есть определенная группа риска. Медики, конечно, вообще должны прививаться. Это само собой разумеется. Дети беременные. Кстати, очень важный вопрос. У нас в России с этим совсем плохо дело обстоит. А беременные – это группа риска большая. По заболеваемости. Пожилые люди. А пожилым людям, кстати говоря, важно привиться, особенно сейчас, в период пандемии, не только от гриппа, а для пациентов, для пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, важно еще привиться и от пневмококка. Потому что пневмококк, он дает наиболее часто бактериальные осложнения при любых тяжелых вирусных инфекциях. И если кто-то это еще не сделал, нужно обязательно сделать. Вакцина, в общем-то, доступна. Она периодически пропадает, появляется. Вот сейчас, например, у нас в центре она есть. Пожалуйста, приглашаем сделать эту вакцину. И другой важный вопрос. Вот вы сами говорили, что многие люди отказываются от прививки. То есть, не секрет, что сейчас есть такие люди, как антипрививочники. Проводите ли вы или специалисты вашего центра какую-то работу в отношении этих людей? Ну, они не сейчас есть, а антипрививочники всегда были. Есть ощущение, что их стало меньше. Сейчас принято говорить, что в связи с пандемией даже антипрививочники стали прививаться. На самом деле, это так. Вы знаете, с ними бороться не надо. Нужно заниматься с людьми. Я еще раз говорю, объяснять им пользу вакцинации. А бороться с прививочниками даже, я считаю, вредно, потому что, ну, в чем их убеждать? Если это люди глубоко заблуждающиеся, переубедить их не получится. И бороться с ними бессмысленно. Заниматься надо с людьми, проводить организационно-методическую работу. Мы, например, в прошлом году, в этом году из-за пандемии не проводили. В прошлом году проводили день открытых дверей, посвященный вакцинации. Собирали родителей с детьми, студентов. Это вообще отдельная тема, медицинские вузы, студенты. Прививать приверженность к вакцинации нужно с ранних лет, с вуза, с медицинского. То есть, я хочу сказать, что, конечно, мы в этом направлении очень активно работаем, и это дает свои положительные результаты. Валерий, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова